Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас будет она посвящена теме бизнеса, теме предпринимателей, людей, которые занимаются промышленным производством, люди, которые, что называется, двигают технологии вперед. Такие люди есть. Здесь у нас в городском округе Люберцы. И как водится, конечно, в какой-то степени они и конкурентами могут быть, но тем не менее, зачастую они объединяются в такие, ну, своеобразные, что ли, клубы, бизнес-клубы. И не только на уровне городского округа Люберцы, но и, что называется, на уровне всего государства. Я рад представить вам сегодня здесь у нас в студии генерального директора Люберецкого союза промышленников и предпринимателей, руководителя местного отделения общественного объединения «Опоры России» Владимира Валерьевича Русакова. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вот давайте начнем сразу. Такое красивое название «Опоры России». Я так понимаю, вы недавно стали вот руководителем. Кстати, почему вас выбрали? Это какие-то выборы были? Или вас назначили? Или вообще, насколько это почетно руководить этим направлением? Ну, в двух словах сначала про саму «Опору России». Это старейшая, наверное, российская организация, объединяющая предпринимателей по всей стране. Десятки тысяч предпринимателей объединены. Отделение «Опоры России» во всех субъектах федерации есть. То есть уже такая разветвленная сеть. Да, «Опору России» 20 лет уже отметила. Уже, соответственно, старая достаточно бизнес-организация. Зрелая. Зрелая, да. Я всегда правильно. Зрелая-зрелая. А в Люберцах наше отделение, оно как раз очень молодое. Мы зарегистрировались буквально пару месяцев назад. В мае месяце у нас прошла регистрация. Но это вам что-то дает, я имею в виду, тем людям, которые входят в эту организацию? Почему такой вопрос у меня возникает? Насколько я понимаю, во-первых, это, ну, как вы уже сказали, организация зрелая. Значит, у нее есть опыт по всей стране. И приятно иметь здесь, в Люберцах, да, в том самом городском округе, который, что называется, совсем рядом с Москвой, такую же организацию, которая быстрее может решать многие вопросы. Кстати, ставить какие-то новые задачи, предлагать их решения. Конечно, да. То есть, основная, одна из целей опоры России, да, как организации, это изменение законодательства, позволяющего улучшить бизнес-климат в стране. И наличие опоры в Люберцах, в одном из крупнейших промышленных бизнес-классов в Москве, позволяет и местным предпринимателям выносить свои инициативы на самый верх, через структуру опоры до федерального уровня, в том числе менять законодательство. Поэтому все активные бизнесмены, которые не только своим бизнесом занимаются, но и хотят внести какие-то новшества в законодательную базу. То есть, дополнительный путь. Да, да. Это самый прямой, скажем так, путь, чтобы внести эти изменения в законодательство. Ну, мы знаем такую фразу, что деньги любят тишину. Вот. Насколько готовы некоторые бизнесмены делиться своими идеями? Почему? Потому что вы говорите, что это проект как бы федерального уровня, вот, а у бизнеса же есть идеи на большие суммы денег. Насколько это действительно клуб людей-сотоварищей, а не конкурентов? Или тут каждый решает... Даже у конкурентов есть общие проблемы, которые приходится решать совместными усилиями, да, соответственно... Большие налоги, например, какие-нибудь там? Большие налоги, система регулирования, система контроля, да. То есть, благодаря опору России в нашей стране появился институт бизнеса бунтсмена, который защищает предпринимателей в органах власти. Благодаря опору России снизилось количество всех контрольных проверок, налоговых проверок в период пандемии, в период сейчас введения... Они действительно снизились? Они снизились более чем в 4 раза, количество проверок, вот, по итогам 2022 года. То есть это вы почувствуете? Да, да, ну, конечно. Просто и законодательственное ограничение на проведение проверок, оно действует и в 2022 году, действует до 2023 продлили, а для IT-отрасли до конца 2024 года запрет на проверки. И это очень помогает бизнесу, и это вот та общая задача, которую бизнес может решить только совместными усилиями. Ну, и здесь, наверное, еще играет роль, как я понимаю, на неком доверии, то есть государство как бы доверяет бизнесменам, заключает с ними определенную, кстати, такую сделку своеобразную, что мы не будем вас давить там чем-то теми же проверками, но будьте любезны, раз вы объединились в эту организацию, если у вас появился свой уже представитель, да, в органах власти, который вас защищает, мы ждем от вас выхлопа, да, нормальной работы каких-то новых проектов. И мы это видим, да, форумов проходит огромное количество. Конечно. Насколько сегодня опора России представлена на всех этих форумах, и вот с вашим приходом, все-таки вы как бы пристыковались, да, сейчас как космический аппарат к этому проекту, и что вы лично ждете, насколько это вам поможет, ваша организация? Такое вот, это же фактически, ну, как у нас сейчас принято говорить, рукопожатие, да, через опору России с тем же обоцменом, да, или с представителями власти. Ну, наверное, сейчас без представителей опоры России не проходит ни один федеральный форум, да, то есть представители есть на всех уровнях, представители работают в комитетах Госдумы, соответственно, да, в самой опоре порядка, наверное, 70 комитетов по различным управлениям, куда входят в том числе и территориальные представители, да, то есть любой, по сути дела, активный член опоры, тот же сам Люберц может войти в любой федеральный комитет, ну, через, соответственно, региональный, и повлиять, и предложить, и, да, то есть высказать свои замечания к проектам, да, то есть это экспертное сообщество, то есть любой закон, который разрабатывается, он проходит в том числе экспертную оценку бизнес-сообщества, и в том числе через опору России, то есть любой член опоры России, имея какое-то там экспертное свое мнение, свое знание, может написать свои замечания, они будут рассмотрены, они будут учтены, соответственно, если они... То есть получается, что это и для Люберец хорошо, то есть для развития, что вот у нас есть такая организация, ну, представительная, да, которая на федеральном уровне, и даже любой промышленник, промышленник, значит, предприниматель, бизнесмен из городского округа Люберца может принять участие в какой-то комиссии на федеральном уровне, продвинуть не только свой бизнес и свой бренд, и свое имя как эксперта, но опять же Люберца, что тоже хорошо. У нас больше 20 тысяч зарегистрированных в Люберце предпринимателей, и, наверное, среди них есть люди, у которых есть идеи, у которых есть знания, у которых есть желания менять что-то в стране. Хорошо, еще такой вопрос. Это как-то оплачиваемая история, то есть вы вплатите какие-то членские взносы, ну, типа профсоюзной организации, или это как-то по-другому? Членские взносы есть, они минимальные абсолютно, то есть это ежегодный годовой взнос, там 10 тысяч рублей, ну, это вот на организационные, на решение организационных моментов каких-то, то есть, можно сказать, бесплатно, да, и сама организация, она не ведет коммерческие деятельности, то есть ее задача ничего не производит, да, ничего не продает, услуги даже юридической консультации, если внутри сообщества оказываются, они все оказываются. Ну вот тут тоже такой интересный вопрос. Мы знаем, что Люберцы богаты самыми разными направлениями, и культурными, и творческими, и спортивными, и, конечно же, бизнесмены. Многие бизнесмены, они имеют бизнес и в Люберцах, и далеко за его пределами, опять же, Москва рядом, и так далее. Насколько, вот вы же уже, вы знаете круг этих людей, мы поговорим о второй части еще с нашим гостем, с Владимиром Русаковым, о его, так сказать, наверное, ближе, что называется, своя рубашка к телу, да, это союз промышленников и предпринимателей, Люберецкий союз, и вы их знаете, этих людей, насколько они довольны, что опора России появилась, и они как, идут, подают какие-то документы, хотят участвовать в этом федеральном проекте? Ну, союз промышленников, он объединяет крупнейших предпринимателей, Люберец, опора России больше рассчитана на мелкий и средний бизнес. Да, на мелкий и средний бизнес. Немножко есть такое разделение, но, тем не менее, опора России один из каналов изменения законодательства. И все даже наши крупные и средние предприниматели, они заинтересованы, например, в внесении изменений в закон о госзакупках, в 44-й ФЗ, соответственно, и использовать их надо все пути, чтобы нести свое мнение. Ну, то есть это такая первая ступень, как уже к более солидному какому-то. Ну, и, честно говоря, я понимаю, что, когда люди работают в одиночку, да, тем более у нас юридическая база, я тут читал недавно российскую газету, она у нас является главным рупором принятия всех законов. Там, например, дополнение к закону о правилах дорожного движения, они там на трех или на четырех разворотах. То есть для того, чтобы заставить себя, как гражданина, да, прочесть и, внимание, понять, о чем там идет речь, потому что есть даже такая позиция, как толкование закона, да, как прокурор толкует, как адвокат толкует и так далее. И главное, как суд толкует. Да, и главное, как люди толкуют это. Вот, так вот, эта газета говорит о том, что у нас люди юридические не очень подкованы, а для бизнесмена, который один шаг влево, шаг вправо, да, и можно попасть в неприятности, это очень важно. Поэтому такая организация еще помогает, вы говорите, как консультационный такой небольшой совет, и как лестница в продвижении вверх. Ну, да, в отличие от крупных предпринимателей, предприниматель мелкий не может содержать штат юристов, не всегда ему даже юридическое сопровождение по карману, ноутсорс отдавать. Но опора России включает, наверное, десятки юристов, и в Люберсов, в том числе есть юристы, которые готовы, там, по крайней мере, первичную консультацию дать, да, то есть, и это все на безвозмездной основе, и можно получить базовые какие-то сведения, чтобы понять, в принципе, нарушаешь, не нарушаешь. Плюс опора России – это и, по сути, образовательный проект, да, то есть, и все вот эти изменения в законодательстве. Можно прочитать, там, три листа, а можно посмотреть удобную инфографику, которая покажет основные нарушения, основные наказания, как избежать этого, в то, что сейчас принято, доступно и приятно, и легко читать. Да, и дальше, если у тебя какой-то вопрос уже затронул, тогда уже ты конкретный вопрос сможешь уже почитать и закон. Ну, и резюмирую, то есть, опора России – это действительно опора, вы на нее опираетесь, и посмотрим, как будет этот проект работать именно вот в Люберецкой версии, потому что вы еще молоды, да? Да, 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 мы только начинаем, я надеюсь, мы там осенью готовим большой проект-форум, когда пригласим предпринимателей Люберец, чтобы более познакомиться, соответственно, с деятельностью опора России, проведем несколько там сессий образовательных, и я надеюсь, что… И к нам прийти. В Люберцах мы вас пригласим. И к нам тоже приглашайте в гости наших бизнесменов, потому что нам интересно, какие у них мысли по поводу «Гноу-400 лет» городской, надо оставлять о себе след в истории, правильно? Конечно, конечно. Спасибо огромное, сейчас мы делаем небольшую паузу, а вот во второй части Владимир Валерьевич расскажет нам о том, что такое союз промышленников и предпринимателей, именно его Люберецкая версия. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня генеральный директор Люберецкого союза промышленников и предпринимателей, руководитель местного отделения общественного объединения опоры России Владимир Русаков. Об опоре России мы поговорили. Мы на нее, естественно, опираемся. Я понимаю, что теперь вам легче. То есть еще дополнительная опора появилась в вашей работе. Но все-таки союз промышленников и предпринимателей для многих телезрителей звучит двояко. Первое. Это самые богатые. Вот они, значит, там все у них есть. Они там, значит, бизнесмены. Деньгами, значит, там ворочают и так далее. Что такое союз промышленников и предпринимателей? Давайте расскажем нашим телезрителям. Мы говорим о Люберецком союзе промышленников и предпринимателей. По сути, это клуб крупнейших работодателей Люберецкого района. То есть в первую очередь речь идет не о богатстве. Богатство можно разными путями получить. А вот обеспечить работой десятки тысяч людей, платить зарплату, вовремя платить зарплату, развивать российскую промышленность. Вот таких людей объединяет наш союз. Но тут тоже двоякий такой может быть вопрос. С одной стороны, если действительно предприятие замечательное, хорошо выстроенное, современное, с хорошим бизнес-планом, хороший руководитель, который в принципе уже может на дачу ловить рыбу, потому что у него все работают и все устроено, много рабочих мест, это хорошо. Но если предприниматель пытается якобы создавать рабочие места, ну, ненастоящие, что называется, и позиционирует себя как промышленник, и государство ему доверяет, то здесь уже возникают вопросы. Я к чему веду? И в чем провокация в моем вопросе? Когда люди объединяются в клуб, это всегда здорово. Насколько этот клуб полезен, а, тем, кто в нем объединяется, ну, если у меня свой завод, зачем мне все остальные? Я себе тихонечко работаю и извлекаю прибыль, это первое. И второе, какова польза, кроме рабочих мест, городу, людям, которые здесь живут и которые, может быть, не работают на предприятии этого бизнесмена? Такой всеобъемочий получился. Да-да-да-да-да-да. Маленький отчет. Ну, во-первых, начнем, наверное, со второй части вопроса. То есть люди, которые работают на предприятиях люберецких, платят налоги, которые поступают в люберецкий бюджет в том числе. И, соответственно, на эти налоги ремонтируется город, обустраивается город. Поэтому любое предприятие, работающее в городском округе люберца, оно так или иначе влияет и на тех людей, которые не работают, но живут в люберцах. То есть им тоже это выгодно. А если умножить условно на три каждого работающего на предприятии нашего союза, то есть это жена или, допустим, муж, супруг, либо ребенок один, допустим, то есть количество людей, которые получают... Увеличивается. Да-да-да, то есть это гораздо больше. То есть это уже десятки тысяч людей, которые в люберцах живут, и в том числе благодаря этим предприятиям, благодаря этим предпринимателям, которые организовали. И я хочу сказать, что люберецкий бизнес промышленный ценится по всей России. И это крупнейшие предприятия, которые известны и в России, и за рубежом. И у них история, так скажем, далекая еще с тех времен, когда что-то было закрыто, о чем-то нельзя было говорить. Но вот самим бизнесменам почему интересен этот клуб и кто в этом клубе сидит? Смотрите, вот из людей, которые входят в наш союз, из тех предпринимателей, я не знаю ни одного, как вы сказали, который заработал денег и сейчас не работает, сидит, получает на варах и смотрит иногда отчетики и считает прибыль. Это все не просто основатели своих заводов, это реальные действующие директора, которые глубоко погружены в процесс своего производства. А если человек погружен в процесс, ему интересно общение с подобными же людьми. Несмотря на то, что там среди них нет конкурентов, всех, как правило, разные отрасли, но какие-то фишки, какие-то технологии можно всегда посмотреть, то у кого-то как-то логистика выстроена правильно, у кого-то склады, у кого-то продажи выставлены по-другому. И мы сейчас собираемся именно обмен мнениями, как у кого что устроено. Мы устраиваем экскурсии друг к другу на заводы, мы ездим в другие города, знакомимся с предприятиями других городов, потому что производство в большинстве случаев – это конвейер. Конвейер – кирпичи производишь, машины производишь. Все равно неважно. Да, он все равно есть какие-то тонкости, где можно подсмотреть. Система эффективного производства, как выстроено у кого на заводе. Это всегда интересно, всегда мнение. Плюс кооперация. Производителю кофе интересно работать с производителем кухонного оборудования, можно найти какие-то точки соприкосновения. То есть производителю весов. Весь спектр, скажем так, возможных коллабораций, бизнеса с реализаторскими проектами, улучшение менеджмента, поиск. И, наверное, там есть люди, которых пытаются перекупить к себе. Это нормальный такой процесс, как в любом бизнесе, если словом «бизнес» называть русское слово «дело». И я так понимаю, что у вас это тоже клуб. Вы как собираетесь? Или он работает на постоянной основе? У вас есть какие-то собрания, встречи? Да. Чай пьете? Это клуб. Мы периодически, у нас есть там офис клуба, где мы собираемся, если это не на выездное какое-то предприятие. У нас есть офис на Кирово. И мы с периодичностью раз в месяц, раз в два в месяц в зависимости от загрузки, собираемся и устраиваем встречи. У нас в этом году мы празднуем свое 20-летие. У нас 28 июля будет ровно 20 лет, как организовался союз, который начинался с 8 предприятий. Сейчас у нас 24 крупных предприятия города объединенные. Потихонечку прорасширяемся. Но, я говорю, это клуб, поэтому, чтобы туда попасть, это не каждый желающий. То есть, это то доверие, которое надо заслужить. Надо быть крупным работодателем и надо быть открытым для общения. Ну, я так понимаю, тут еще очень важный момент, то, что я тоже уже говорил. Все-таки мы понимаем, что люди, которые не умеют заниматься бизнесом, ну, не потому что они, условно, плохие, ну, вот нет у них такого дара предпринимательства. Вот у них иногда закрадываются вот такие акулы бизнеса. Помните, как раньше в советское время говорили? Интериалистические акулы бизнеса. Да, интериалистические акулы. Ну, а сейчас наши собственные российские акулы бизнеса. Вот насколько этот клуб рассчитан, понятно, рабочие места, и потом мы же прекрасно понимаем, что когда речь идет о бизнес-проектах, наличие рабочих мест, это всегда хорошая такая отчетность и заявка для государства. Мы как бы говорим государству. У меня на предприятии рабочие места, и государство гладит этого бизнесмена по голове. Вот. Но у людей все равно складывается иногда впечатление, что как-то вот немножечко все-таки где-то там подворовывают. Вот почему до сих пор, или это постсоветские какие-то остатки, почему отношение к предпринимателям и к работодателям таким крупным до сих пор у некоторых скептиков вот на таком уровне? Это, я говорю, мнение довольно-таки многих людей. Что не так? Что им не нравится? Кроме как... В 90-е годы вроде закончились. К обычной человеческой зависти, да, а я как бы по-другому объяснений нет, да. То есть он смог, а я не смог. Наверное, да. То есть больше не могу каких-то объяснений сказать. Только зависть, ничего больше. Только зависть к человеку, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только зависть к человеку, который отвечает далеко не только за себя и не только за свою жизнь, а за много-много людей, работающих на предприятии, который может в себя, берет на себя такую ответственность, завидует богатство. Ну, это богатство заслуженное. И все это богатство, ну, тоже, как бы его еще надо сохранить и приумножить. И приумножить его не в деньгах, а приумножить его в тех же самых рабочих местах, в выпускаемой продукции. И чтобы эта продукция дошла до потребителей. Да. У нас 400 лет городу Люберцы. У нас, например, кофе Леба, который производится в Люберцах, сейчас по телевизору идет активная реклама, то есть оно сейчас выпускается с марочкой 400 лет городу Люберцы, соответственно. То есть вся страна, которая покупает кофе, она знает, что есть город Люберцы, где производят лучший кофе в России. А я люблю кофе? А я люблю, когда буду смотреть. У нас текстильная фабрика Пихорский текстиль поставляет, наверное, мало стран в мире, куда не поставляют продукцию. Сейчас, наверное, санкций ограничен, но Пихорскую пряжу знают везде, соответственно. У нас кухонный двор мы знаем по магазинчикам, а это же целое современное крупнейшее предприятие, где работают просто вот... Смотришь там раньше, особенно, да, зарубежные фирмы, как работают крупные заводы, где все чистенько, красиво. Зайдите на наш кухонный двор. Это просто... Культура производства, она... И не нужны никакие известные шведские производители. Конечно, конечно. Ну, я хотел еще такой вопрос адресовать. Все-таки 20 лет. Я такой юноша уже, да, уже, что называется, можно жениться, как минимум. В июле вы будете отмечать. Но существует у нас и все российские, да, российский союз промышленников и предпринимателей. Вы к нему имеете отношение, или это немножко другая структура? Ну, по сути, все-таки, немножко нет такой, как в опоре, прямой, вот. Но, тем не менее, и наши члены нашего союза являются и членами и федерального союза промышленников, да. То есть у нас руководитель, президент компании Асептика, например, входит федеральный орган управления. Да, у нас несколько наших членов нашего союза являются членами управления областного союза промышленников и предпринимателей. Соответственно, у нас 5 человек нас являет. То есть чуть ли не самое большое представительство в Московской области – это представители любилевского бизнеса. Ну, поэтому, уважаемые телезрители, не завидуйте, а наоборот радуйтесь. И, кстати, вот, когда я много езжу по городам, и мне всегда, не знаю почему, приятно видеть, неважно, какой это там, лимонад, печенье, я не знаю, там, какие-нибудь картинки или еще что-то, или производство мяса и так далее. Местных, да, прямо вот написано, это наш. И, как правило, огромный магазин ритейн, да, огромный, вот, как в любом городе одинаково. И маленькая, маленькая такая стоечка, товара нашего города, причем это город, может быть, миллионник. Вот, когда мы увидим, не только в Люберцах, тут уже вопрос к вам, как к профессионалу, потому что, я так понимаю, ну, раз и опоры России, и союзы промышленников работают, когда в местных, на местных уровнях появятся, и эти полочки будут расширяться, ведь производить свой продукт, да, и, кстати, об этом говорит и президент, и представитель правительства, я даже, обратите внимание, слово «санкции» здесь не употребляю, это же интересно, и знать, что вот в Люберцах есть, например, такой кофе, да, и такого кофе нигде нет, кроме Люберец, грубо говоря, да, вот как? кофе, не, это очень, на самом деле, важно, с точки зрения пропаганды внутреннего бизнеса, как говоришь, чтобы не было зависти, а была гордость за свой город, что это наше, что я хочу, это Люберецкая, купе, и тут два решения вопроса, во-первых, понятно, что у нас сейчас основные торговые точки, это федеральные сети, вот, и, скорее всего, полочку в этих сетях можно будет сделать, когда у нас на законодательном уровне, то, что сейчас обсуждается инициатива, ввели, скажем так, долю полочек для местных предпринимателей, вот, я думаю, как только вот будет принят этот закон, полочки появятся, и, во-первых, появятся, во-вторых, заполняются, а, в-третьих, торговые сети поймут, что торговать местной продукцией тоже выгодно, да, то есть, ну, не может быть. Хорошо. Ну, как вы понимаете, за такую короткую программу очень много вопросов и к бизнесу, и к предпринимателям, потому что промышленник, предприниматель, немножко, да, разное тоже направление. Осенью, у нас 400 лет, в городском округу Люберцы, отметим, вот, вы отметите 20-летие скоро, и давайте осенью приходите к нам и об опоре России расскажете, как идут, какими шагами строятся эти опоры, вот, и о новостях уже непосредственно Люберецкого союза промышленников принимать. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. Да, вопросы были разные, но ясно одно, что в городском округе Люберцы работают промышленные предприятия, это радует, есть рабочие места, платятся налоги, а раз есть Люберецкий союз промышленников и предпринимателей, то есть надежда на то, что он будет еще расширяться, этот клуб будет расти. В студии у нас был генеральный директор этого союза Люберецкого, руководитель местного отделения общественного объединения опоры России, Владимир Русаков. Всего доброго, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова